Когда пробуждаются демоны Глава 11. Абигейл Она выглядит такой счастливой! Что с ней случилось? Я не думаю, что хочу видеть, что заставила улыбку Абигейл померкнуть! С днём рождения, Абигейл! Спасибо! Подожди, я сделала тебе особый подарок! Если вы думаете, что её личность обусловлена каким-то одним событием, Вы сильно ошибаетесь! Это традиционная шляпа нашего города, которую нам дарили в твоём возрасте! Надеюсь, она тебе понравится! Обожаю я такое! Но не будет ли она мне слишком мала, когда я вырасту? К тому времени я сделаю тебе новую! Просто будь осторожна, чтобы никто её не увидел, Абигейл! По крайней мере, ты достаточно изменила её! Хотя мне не нравится этот цвет! Если она кажется непристойной, она не привлечёт внимания! Элиза, быстро прячьтесь с сестрой! Давай, Абигейл, поиграем в секретном убежище! Но мне не хочется там находиться! Это будет ненадолго! Это снова они! И обязательно в этот день! Не волнуйся! Ты же знаешь, как это бывает! Мы быстро от них избавимся! Прикрой! Защити! Сделай нас невидимыми! Почему мы должны прятаться? Хочешь поиграть во что-нибудь, пока мы ждём? Или я могла бы научить тебя другому заклинанию с роза жизни? Доброе утро, мистер Надью и миссис Свитцент! Вот мы и встретились снова! В последнее время вы часто возвращаетесь! Так в чём же причина вашего визита? Как вы знаете, мы проводим плановую проверку! Считается, что члены народа СПЭМ бродят по этому району! Как вы знаете, они очень опасны! И о любом их появлении следует сообщать! Их ищут в течение многих лет! Вы уверены, что найдёте их в этом районе? Несколько дней назад мы поймали представителей народа СПЭМ! И они указали на эту область! Если вы что-то знаете, или что-то видели, мы были бы признательны, если вы сообщите нам! О нет! Он увидел шляпу Абигейл! Как так получилось? Извините, но мы не видели никого подозрительного! И я был бы признателен, если бы вы ушли! Мы будем поблизости на случай, если вы увидите подозрительных пони! Как только мы их поймаем, мы перестанем вас беспокоить! Неужели он проигнорировал шляпу? Элиза хорошо знала, что ни у одного СПЭМа не будет шляпы такого цвета! И по этой причине джентльмен проигнорировал её! Для него это была всего лишь шляпа! Не может быть! Они уже захватили всех пони! Остались только мы! Спокойствие! Они нас не найдут! Я не могу себе представить, что они сделали, чтобы заставить их говорить! Мы ничего не могли сделать! Теперь нам просто нужно двигаться дальше и выживать! Всё в порядке? Похоже, они поймали Викторию и её семью! Это неправда! Что с ними будет? Скорее всего, они уже... У них были очень характерные кьюти-марки СПЭМ! Такие же, как у меня! Ты же знаешь, что именно поэтому труднее спрятаться! Они, должно быть, выдали их! Я думала, он забудет о нас! Но прошло шесть лет, а они всё ещё охотятся за нами! А что, если они нас обнаружат? Что они с нами сделают? Я не хочу, чтобы с нами случилось что-то ужасное! И с Абигейл! Она ничего не знает о том, что происходит! Она родилась в тот день, когда на остров напали! Для них её не существует! У них нет записи о ней! Но это уже слишком! Мы должны уехать отсюда подальше! Я не хочу, чтобы с нами что-нибудь случилось! Мы не можем уйти! Мы должны позаботиться о розах! Возможно, они будут последними! И долг нашего города – заботиться о них! А если мы сбежим, мы вызовем подозрения! И они пойдут за нами! Лучше всего остаться здесь! Нам повезло, что король не приказал уничтожить всех подозрительных! Но я боюсь, что они схватят нас! Из того, что я слышала, Орден пытает заключённых до тех пор, пока… С нами этого не случится! Но ты знаешь, что делать, если что-то пойдёт не так! Тебе не стоит больше думать об этом! Ты заставляешь свою сестру нервничать! Я прошу прощения! В тот же день вечером Абигейл и её семья уже успокоились из-за случившегося! И решили продолжать жить так, как жили до этого! Что ж, Абигейл, пришло время отдохнуть! А мне всё ещё не хочется спать! Элиза, кто были те пони, которые приходили? Это были плохие пони, и тебе не следует приближаться к ним! Я поняла! Хочешь, я расскажу тебе старую историю, которую рассказывали в нашем городе? Да! История гласит, что давным-давно существовало семь крылатых единорогов или оликорнов! Они заботились о пони, следили за демонами и тьмой, которую они распространяли вместе с другими существами великой силы света и надежды и были противоположной силой демонам! Эти существа, сопровождающие оликорнов, были ангелами и архангелами. Они были самой могущественной силой в те времена и поддерживали мир во всём мире. Но однажды очень могущественному демонам удалось уничтожить каждого из семи оликорнов, увеличив свою силу и став почти непобедимым. Говорят, что после того, как этот демон отправил большинство ангелов и архангелов в самые тёмные глубины Лимба, Бездну Ада, их осталось только четверо, среди которых был один, один из самых могущественных. Этот архангел помнил, что в одиночку ему не остановить этого демона, поэтому он заключил сделку с другим демоном, обладающим силой, которая была ужасающей, но только она могла помочь ему противостоять этому великому и могущественному демону. Бафомет, король демона, обещал помочь ему остановить этого демона, в обмен на то, что он уйдёт очень далеко, чтобы не вернуться и откажется от большей части своей силы. Бафомет обещал сохранить равновесие, когда он уйдёт, и он согласился. Подождите, эта история реальна? Возможно, некоторые прошли более сложный путь. Архангел и Бафомет долгое время противостояли этому великому демону, пока им не удалось победить его и затащить в хрустальную тюрьму. Архангел сдержал своё слово. Я оторву его крылья и создам из них прекрасное хрустальное дерево, которое будет хранить силу и сущность семи павших оликорнов. Он использовал магию дерева как ключ, чтобы затащить демона. Говорят, что помимо оликорнов, пони с Пэмой Тимабхаба способны с лёгкостью уничтожить его. Так что великий Архангел вернёт свою силу, а сущность семи оликорнов соединится с ближайшими пони, и они станут ключом от тюрьмы этого демона. Подождите, она говорит, а? Что если мы оставим сложные вопросы на потом? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok